добрый день дорогие друзья с вами игорь это автосалон про тюнинг в городе краснодар на улице российская 263 сегодня мы с вами рассмотрим очень футуристичный интересный автомобиль полностью электрический это zikr 001 который еще многие сравнивают с porsche panamera по его внешнему сходству но у меня есть более интересная идея как по мне больше схожего в этом автомобиле мы с вами сегодня найдем с теслой model x например поэтому давайте перейдем к обзору посмотрим что из себя представляет zikr 001 здесь же в плане дизайна первое что хочется сказать что это действительно уникальный дизайн он ни на что не похоже очень интересно исполнены сверху у нас элементы дхо такие двойные вертикальные которые уходят прям назад рассекают так воздух по движению автомобиля и снизу уже установлен основной блок фары который у нас поделен на 4 секции каждая из которых подсвечивается по контуру тоже очень интересно сделано тут же спереди кстати мы видим уже первую пасхалку к цветовой гамме это автомобиль и который будет у нас сочетаться как снаружи так и внутри в логотипе zikr у нас на лицевой части идет черный глянец а по бокам это ярко такой оранжевый красивый цвет который мы дальше еще с вами будем встречать переходим далее на автомобиле установлены 22 оригинальные диски со своим дизайном очень интересным окрашены в черный глянец полированной лицевой частью тоже выглядит очень контрастно и красиво и за ними находится про что я и говорил оранжевые суппорта с логотипом zikr тормозная система выглядит очень мощно это действительно спортивность тормозной суппорт тормозной диск у нас идет с перфорацией то есть тоже у нас окрас таки машина показывает что это не простой гражданский автомобиль а на нем можно еще и быстро поездить это на самом деле можно сделать потому что мощность мы раскроем дальше в обзоре переходим чуть далее у нас имеется здесь в крыле камера которая наблюдает за тем что у нас происходит сбоку автомобиля это не камера кругового обзора и краски про то что я говорил в тесле идет ровно такая же камера которая установлена установлена в крыле смотрит под таким же углом плюс-минус сделано это для того чтобы двери автоматически открывались то есть мы просто нажимаем кнопку чуть отходим чтобы не создавать препятствия двери и она уже сама открывается если вдруг также закрывается с нажатия на кнопку есть вдруг будет какой-то препятствие столбик либо человек стоит то при нажатии кнопки дверь останавливается перед этим препятствием и потом просто идет дальше когда она уже собственно у нас ушло человек допустим ушел-либо отъехали от столбика опять же ровно такая же функция у нас присутствует в тесла она сама умеет открывать двери Сама умеет их закрывать по нажатию кнопки. Благодаря камерам она понимает все препятствия, чтобы, не дай бог, не повредить двери при открытии. Это еще одно сходство этого автомобиля с Теслой. И просто посмотрите на эту заднюю часть автомобиля, насколько она красиво выглядит. Задний фонарь, который у нас начинается от правого крыла, проходит через всю ширину автомобиля, заходит на левое крыло. Вертикальное такое расположение у него тоже очень необычно, интересно и приковывает взгляды. Людей, которые видят этот автомобиль каждый раз. Здесь же сбоку у нас красуется надпись Zikr, название данного автомобиля. И очень красивые элементы внутри самого фонаря. Когда автомобиль открывается, либо закрывается, он играет светом, делает такое небольшое шоу. Как раз таки благодаря стадиорам, которые установлены за этим фонарем. Безумно красиво это все выглядит. Здесь же у нас имеется обозначение, что это 001 модель с такой же оранжевой окантовкой, как была у нас и спереди. На капоте. И особо внимательные могли заметить, что на задней части автомобиля имеется целых три камеры заднего вида. То есть первая это камера кругового обзора, камера заднего вида и задний видеорегистратор. Каждая под свою задачу, каждая со своим углом обзора, чтобы максимально хорошо выполнять задачу, которая необходима для каждой отдельной камеры. Ну и в принципе в общем и целом задняя часть смотрится безумно классно, как и передняя, как и в принципе весь автомобиль снаружи и внутри. Открываем багажник. Видим, что у нас здесь достаточно большое количество места. Все благодаря тому, что он очень широкий. Это с первого взгляда сразу видно, что для такого типа автомобиля тут действительно много места. По бокам у нас имеются крючки, дополнительные ниши для мелких вещей, отдельные кнопки на правой части багажника, на его стенке, чтобы опустить заднюю часть автомобиля, либо же поднять ее, чтобы удобно было складывать груз, который вы сюда будете помещать. И отсюда же справа слева можно сложить задний ряд сидений, второй, чтобы было у нас еще больше места, если вдруг вы захотите привезти что-то большое, емкое и так далее. Переходим теперь в салон. Перемещаемся в салон, и первое, что хочется сделать, это закрыть дверь. Вам не нужно будет тянуться за ручкой, просто нажимаем педаль тормоза, я ничего не трогаю, сиденье подвигается, дверь закрывается, все как в Тесле сделано. В салоне на самом деле, это, я думаю, один из самых красивых салонов автомобилей, которые когда-либо видел, потому что посмотрите, у нас тут все отделано из алькантары, серый цвет, очень необычный, стандартно. Все делают алькантару черный, либо антрацит, очень такой темный цвет, и тут у нас крас-таки серый, на центральной консоли, на парпризе, на сиденьях, на дверных картах, все это играет с оранжевым цветом, про что я и говорил. Это у нас тоже где-то идет алькантара, как на сиденьях, ремни у нас тоже оранжевые, как видите, очень яркие такие. Внутри дверных карт присутствует флок, специальное покрытие, чтобы вещи, которые будете складывать в дверные карты, не шумели. Тоже оранжевого цвета, и даже в бардачке внутренняя часть полностью сделана из оранжевого флока. Это такую вещь я, честно говоря, впервые вижу, потому что многие, может быть, боятся рисковать, что-то делать, и делают флок черным. А тут же как раз-таки у нас рискнули, сделали такое смелое, необычное решение. Казалось бы, это мелочь, но, опять же, как я всегда и говорю, приятно, когда про зрители заботятся о мелочах. В самом салонике, я говорил, находиться очень приятно, благодаря креслам, которые здесь установлены. Это кресло на такой спортивный манер, с боковыми подкачками, подкачками нижней части, с массажем, с вентиляцией, с подогревом. Большое количество настроек, память у нас здесь также присутствует, поясничные подкачки. В общем, абсолютно все, что можно было установить в сиденье, здесь у нас имеется, несмотря на то, что они, как я и говорил, сделаны на спортивный манер. Руль очень интересно сделан, потому что на многих автомобилях стандартно слева идет управление мультимедиа, справа круиз-контроль, либо наоборот. Здесь же настраиваемые кнопки. То есть у нас по бокам, как видите, нет никаких кнопок, просто черные квадраты, но это сенсорные панели. Если мы будем на них нажимать, то та функция, которую мы выбрали на экране мультимедиа, она будет выполняться как раз-таки то, что мы хотим. То есть, допустим, можно настроить положение руля, благодаря выбору функции в экране мультимедиа, и уже отсюда же мы настраиваем справа то самое положение. Либо громкость, либо тот же круиз-контроль и так далее. В общем, это интересно, что сделано это все кастомизировано. И еще у этих панелей есть тактильная отдача. Если кто-то пользовался айфонами седьмой, восьмой модели, помнят по кнопке Touch ID, что она у нас сенсорная, но при этом создается ощущение, как будто бы мы нажимаем настоящую физическую кнопку. Тоже очень интересно сделано. За рулем у нас имеется приборная панель, достаточно компактная, и это именно то, что нужно. Потому что не обязательно делать большие экраны для того, чтобы разместить всю информацию. Все помещается в такой вот компактный экран, размером, я думаю, по ширине, он как айфон стандартный. На лобовом стекле у нас имеется проекция, и она у нас оранжевого цвета. Опять же, он встречается везде. Тоже впервые вижу, чтобы делали цветную проекцию, обычно стандартная, она идет у нас белого цвета. Экран мультимедиа достаточно большой, в нем у нас сосредоточены все функции для всего абсолютно, что есть в автомобиле. Во-первых, в настройках машины можно просто провести, наверное, минут 40, просто изучая, что у нас здесь имеется. Пока что это все на китайском языке, но в скором времени можно будет воспользоваться английским языком. Пройдет обновление. То есть настроить, допустим, высоту автомобиля, сделать его выше, сделать его ниже. Видите, он даже здесь у нас поднимается, чтобы вы понимали, в каком положении. Настроить положение сидений не только спереди, но и сзади, боковые подкачки, включить массаж. Также отсюда можно настроить освещение в салоне, но и комфортную подсветку тоже. Она имеет в себе большое количество цветов, можно настроить ее яркость, меньше-больше сделать. В общем, сделать абсолютно все под себя, не только спереди, но и сзади это можно сделать. В настройке стекол, как они будут открываться, как двери будут открываться, зарядки, общие настройки езды на автомобиле. Как видите, у нас здесь установлены датчики давления в колесах. Это, естественно, это нормально, но они же у нас покажут еще и температуру в каждом отдельном колесе в автомобиле. Функция автопилота, которая здесь имеется, тоже у нас настраивается из экрана и так далее, все остальные функции. Имеется у нас здесь навигация стандартная, в принципе, тоже очень понятная. Быстрый доступ к настройкам сидения, то есть это вентиляция, либо подогрев. Настройки климат-контроля прямо отсюда настраиваются. У нас здесь нет никаких ползунков, переключения положения воздуховодов. Это все настраивается как раз таки с экрана, тоже очень патриотично и интересно. Температура и настройки правого сидения, вентиляция, подогрев, музыка, громкость и отдельные приложения, которые можно доустановить сюда, либо пользоваться полностью стандартными приложениями. Ну и, естественно, посмотрите на круговой обзор, насколько хорошее качество картинки у нас здесь представлено. Можно смотреть как в 2D на автомобиль сверху, так и в трехмерном положении, наблюдать за машиной, полностью поворачивать, смотреть, с какой стороны у нас что находится. И, как видите, задние парктроники и передние, соответственно, показывают расстояние вплоть до сантиметра, до препятствия, которое у нас находится сзади. Здесь сейчас немножко прыгает расстояние, потому что сзади находятся у нас, видите, елки, и поэтому они шевелятся, и, собственно, цифра не точная. Но, в принципе, если будет какая-то стена в точности до сантиметра, вам парктроники покажут, сколько осталось до препятствия. Перемещаемся от магнитола чуть ниже, видим минимальное количество кнопок, как в Тесле. Салон у нас тоже сделан достаточно минималистично, и вас ничто не отвлекает от езды на автомобиле. Снизу находится у нас полка под телефон с беспроводной зарядкой. Очень интересный рычаг переключения передач, такой вот приплюснутый, не выделяется из общей картинки. Тоже у нас перешит в Alcantara с оранжевой строчкой. Справа от него находится регулировка громкости мультимедиа-системы, два подстаканника, бардачок, как я и говорил, внутри отделанный оранжевым флоком с прикуривателем и двумя разъемами для зарядки. Это стандартный USB 2.0 и USB Type-C. Перемещаемся на задний ряд автомобилей. Как видите, я сижу с достаточно большим комфортом. Здесь действительно много места, несмотря на то, что снаружи автомобиль кажется достаточно компактным. Очень удобный подлокотник, достаточно длинный, широкий для двух пассажиров, с отдельной полочкой под мелкие вещи и еще скрытым отсеком под различные ваши мелкие аксессуары. С него же можно регулировать угол наклона спинки задних сидений. Тоже очень интересная функция. Во многих автомобилях на втором ряду сидений такого нет. Здесь же уже это встроено. Отсюда же, со второго ряда, мы наблюдаем панораму, которая присылается у нас здесь практически на всю крышу. Она у нас не сдвижная, потому что это цельное стекло. Крыша у нас полностью стеклянная. И она же может настраиваться по яркости, по степени затемнения. То есть автоматически вы выбираете либо с заднего экрана, либо с переднего, как вы хотите ее настроить, либо полностью затемнить вплоть до 10% света пропускаемости, либо полностью сделать свет. Чтобы весь свет у нас попадал, вы наслаждались небом. Но гораздо более красивые виды вы будете наблюдать не смотря в окно, либо в панораму, а наблюдая на салон данного автомобиля. Просто посмотрите на спинке этих сидений, которые сделаны полностью из оранжевого алькантара, как это эффектно смотрится. Я просто не могу передать на самом деле все эмоции и подобрать слова, чтобы это описать, насколько это красиво вживую. На центральной консоли у нас находится блок управления климат-контролем, который здесь у нас в трехзонной идет, и различные настройки автомобиля для задних пассажиров. То есть можно выбрать цвет комфортной подсветки на заднем ряду, включить свет для себя, включить музыку, открыть двери и так далее. В общем, все, что необходимо. И снизу под ним находится еще дополнительный блок, в котором находятся еще две зарядки. Это стандартный USB 2.0 и USB Type-C. В общем, находиться что спереди, что сзади в этом автомобиле максимально комфортно. Как обычно, открыв капот автомобиля, хочется рассказать про то, какой установлен здесь двигатель, коробка передач и так далее. Но это электричка. Такого здесь у нас нет. Тут находятся 544 лошадиные силы. Машины от нуля до 100 едет всего за 3,8 секунды. Из приятных мелочей под капотом имеется то, что у нас здесь находится еще одна ниша для хранения мелких вещей. Обычно у китайских электрических автомобилей, либо гибридов, у нас здесь абсолютно все закрыто пластиком, ничего никуда не сложить. Здесь же, хоть и небольшое, но место имеется. Ну и, естественно, Zikr 001, либо Tesla Model X Plate решает вам оба автомобиля очень достойные. И при этом, казалось бы, вроде бы они не похожи друг на друга, но при этом имеют большое количество схожих функций и идеологию схожую. Данные автомобили доступны к продаже в нашем автосалоне ProTuning в городе Краснодар на улице Российская, 263. Напоминаю, что оба этих автомобиля представлены у нас с гарантией. Zikr на 3 года, Tesla на 1 год. Приезжайте, смотрите и приобретайте эти прекрасные автомобили. Не забывайте, что у нас автосалоны имеются не только в городе Краснодар, но также и в Москве, и в городе Ставрополь. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.